Понеслась! Ну привет, Данис! День добрый! Вот интервью для ЛВВ Качок ЛВС специально с Дайнисом Борзинской Союз одним из самых ведущих литовских спортсменов тяжелой категории Сегодня чемпионат Литвы по ФББ и Дайнис один из главных претендентов на абсолютный титул Ну, расскажи, много у вас там в категории народа? Ну, особенно я не интересовался там видел, что Омегас есть но главные конкуренты, я считаю, что это они а я считаю все конкуренты то есть сколько бы их ни было, со всеми надо бороться и кого-то медооценивать нельзя Медооценивать, конечно, нельзя но как ты оцениваешь свои шансы по отношению к победе? Тяжело опять же, все зависит от судей смотря на что люди на что судя будет смотреть ну, особенно как бы обращать внимание то есть, я думаю, что эстетика и пропорция я, конечно, выигрываю против него но, конечно, массы общие коллег, конечно, выигрывают с меня думаю, ну, очков то есть, очками бороться то есть, я думаю, что там один-два очка будет разница то есть, фактическими равны ну, я буду стараться, чтобы так было как твоя сборная сегодня? я думаю, что хорошая боюсь, стараемся ну, не хуже точно, чем была так что... не хуже, чем была на лодокапке да, и на лодокапке на основных соревнованиях на шведской так что, думаю ну, даже, я думаю, что может быть даже и лучше будет это опять же, зависит все равно по чуть-чуть складывается уже как бы чуть-чуть усталость и все остальное надо оценивать все эти вещи ну, посмотрим, я думаю, что смогу показать еще все а много у тебя соревнований в сезоне еще запланировано? в принципе, как бы были запланированы у меня эти три соревнования, в которых я участвовал это было уже, я как бы к ним подготовился я купил билеты заранее я зарегистрировался заранее и уже не было куда деваться хочешь находишь, ты должен это сделать а сейчас я просто смотрю по своим чисто ну, боженька дал в этом году, что у меня нет травм что у меня все хорошо со здоровьем и как-то до сих пор тяну как бы все в порядке а дальше ты, как знаешь сам спорт у нас такой, что завтра, да, рука может сказать, хватит может возникнуть гантель или что-то подтянуть и это будет все закончено я думаю, что все хорошо но у меня план большой я считаю, что если все хорошо буду с рации на осень готовиться если еще выйдете дальше на некоторых соревнованиях может быть на поигры может быть опять же у нас тут еще пару соревнований ждет здесь один классик по-моему через пару недель еще плюс у нас не олимпийские игры а, нет так что как бы но все это вот плохо, что все соревнования каждую вторую неделю то есть тянуть столько держать форму это не так легко то есть если бы они шли бы каждые выходные это намного проще садишься на яму опять загружаешься яму загружаю а сейчас все надо очень играть этими днями вот так вот все просто к тому же ну и все конечно все свои деньги опять же я как-то надеялся слевенца что и здесь будет приз какие-то дни но их как бы вроде нету так что расходы большие ну да переходы не готовы да нет конечно это день не самое главное но увы без денег в нашем спорте как бы не подготовишься надо это оценивать как бы то же самое что и тебя еду бы отобрали то есть ну ничего не делаешь а сколько ты весишь на сегодня? в принципе в зале я весил столько же сколько я весил на лойдет капе это 112 килограмм а здесь весы как всегда это уже сколько лет здесь выступает пока всегда меньше вот и не страшно полтора килограмм да в прошлом году играли именно так и есть 110,5 я здесь показала а рост у тебя какой? метр восемьдесят два метр восемьдесят два ну как бы по моему росту и свинлянца мало так наверное ну будем смотреть все же дело в пропорциях ну да да конечно это играем но все равно если у меня сейчас много энтузиазма я не знала много настроя такого так что я думаю если все хорошо буду дальше готовиться как бы думаю что может то есть мы уже будем 115-116 если что ты скажешь по поводу вот этого loaded cup считаешь что этот голландец мог вас обойти с Олегом? не буду вас солить не буду говорить про места твои и Олега я просто мы как с Олегом приехали ему сразу сказал Олег что голландец точно будет финал ну финал вас три человека трудно сказать финал да то есть я ему сказал что в двух из нас он точно будет не я и ты поперешь а один из нас попадет потому что у меня есть друзья политика своя мне подошли на русские судьи просто сказали поскольку датчанцев судей было шесть думаю сколько я помню он сказал сразу с голландцами с голландцами на руках так что будет все ничего я бегу сразу конечно Олег как всегда Олег смотрит все было конечно я не думаю что он там сильно опять же я считаю все это было очко в очко одним очком он может то есть выиграл может я Олег выиграл я думаю что все мы были очень близко что как бы все были во всех соревнованиях согласны что я был самым самым эстетичным самым как бы пропорциональным со всех сторон голландец был самый широкий Олег был самый мастер то есть совсем три разные типы людей яблоки апельсины и да и вот как бы решали сами судья я не знаю я не судья я спортсмен я не хочу не с кем ссориться кого там обговаривать я считаю все мы достойны первое место и как решили ну спасибо тебе Данис спасибо за короче интервью спасибо